ну вот я сваляла голову давайте рассмотрим ее и посмотрим к чему я пришла я понимала по фото что мне нужно удлиненное лицо вот я его как бы получила сбоку у вас эти фото будут все и сбоку я стремилась вот к этому к этому фото давайте посмотрим что у меня получилось вот впереди голова получилось у меня 11 с половиной сантиметров это впереди ширина 9 с половиной вот вы видите если у меня 11 с половиной сантиметров то глаза я оставляла на уровне 6 сантиметров примерно 6 сантиметров вот здесь так я их оставляла эти впадины вот здесь это глаза и вверх от них 6 сантиметров и вниз 6 сантиметров я наваляла лоб довольно таки много вы видите сколько хотя я думаю что можно было чуть побольше но это в процессе еще будет приваливаться я приваляла вот здесь вот удлинила вот это вот место вот такую штучку на ней будет формироваться нос и рот сбоку я еще немножко не посмотрела но вот здесь вот есть на фотографии у нее очень выраженные скулы скулы я возможно их подрежу потом прямо лезвием подрежу но пока я не знаю на каком уровне может что-то тут прижмется я оставляю так пока так но что-то можно и подрезать будет ширина у меня получилось давайте еще вот так посмотрим то есть от кончик вот от толпа до затылка 10 сантиметров по диагонали вот посмотрим от подбородка до затылка 13 даже вышло ну 12 половиной если быть точным 12 половиной но это еще не конечный результат может что-то там исправиться но посмотрим вы же понимаете что я еще сколько раз говорила всегда можно что-то навалять или что-то отрезать вот и мы приступаем к глазам по какой показать фотографии вот по этой лучше вот первое что мы делаем это сейчас будем приваливать наши глаза они у нас уже высохли и внутренним веком вот явно здесь вот видно внутренние века по низу и по верху сначала нижние потому что верхняя накладывается сверху обязательно это соблюдайте это мы видим что глаза чуть-чуть поднимаются кончики вот эти к верху вот обратите на это внимание и здесь таким полукругом так скажем открытые глаза на фотографии мы смотрим где у нас находятся зрачки то есть внизу гораздо больше на это тоже обращайте внимание если вы хотите портретную куклу то обращайте внимание то есть зрачки находятся наверху есть необычный взгляд не как у человека у людей обычных обычно закрывается вот этот зрачок но у этой он светится поэтому будем стремиться к этому и так нижняя века наши глаза высохли вот посмотрите что у нас получилось мне нравятся эти глаза на них видны вот то что мы красили и то что как бы не прокрашивалась она получилась такими прожил очками желтой зелеными вот этими и казалось сначала что это не аккуратно но когда они засохли высохли то вполне красивые хорошие глаза соответствуют фото как то так это выглядит пока так конечно это страшненько вот видите здесь когда вы будете их прикладывать когда валяете голову старайтесь создать такую площадку чтобы они вот улеглись и держались ровно здесь вот обычно с краев мало синтепона подваливайте его чтобы они прямо чтобы они не уходили в разные стороны вот так или наоборот сюда а старались прямо создавайте для них такую площадку но учитывайте что здесь нос очень широкий вот ну вот такие площадочки я создала сейчас там нужно веки сделать веки я отдельно валяю нижние и верхние вот я их наваляла все четыре века нижние верхние нижние верхние но они одинаковые вот такие штучки значит как я это делала опять же валяйте раз у нас по две одинаковых старайтесь валять два одинаковых века то есть если вы берете кусочек синтепона разрывайте его пополам ну вот здесь у меня если пополам я разорву вижу что мне не хватит ну вот например на одно веко вот я брала вот тоненький вот такой синтепон и просто его складывала до нужной мне толщины два три четыре ну пять вот я думаю пять оборотов по тоненькому синтепончику мне хватит также это толщину нужно смотреть тоже от состояния век вот я на фото вижу что у нее тоненькие веки бывают выраженные толстые веки я могу их потолще сделать но если эта девушка у нее более все нежное я стараюсь делать потоньше но до такой степени опять же надо найти золотую середину чтобы потом у нас капрон зацепился и ну не ходили ходуном веке так скажем я валяю со всех сторон это я делаю для того я и на кукле могу эти веки свалять но я не хочу глаза царапать чтобы в сохранности их оставить я не знаю как поведут себя вот этот лак с иголкой но все равно мы его поцарапаем и чтобы не царапать я веки делаю отдельно вот я с боков прохожусь тоже чтобы вот здесь была хорошо проваленный кончик так скажем и эта полосочка если мне покажется очень тоненькая я еще синтепона добавлю меня устраивает например эта полосочка не проходите глубоко сильной вот видите я держу так пальчик прямо ну 5 миллиметров и уваливаю вот этими пятью миллиметрами не надо глубоко заходить она вот получается довольно таки длинная можно ее сейчас вот если у вас получилось длинное и вы видите что он хватит на 2 на 2 века это очень хорошо можно расстричь пополам и у вас будет ну например два нижних века причем они будут совершенно одинаковые не хватит значит возьмите другой вот я понимаю что это у меня века если у меня везде здесь одинаково то я могу оставить вот разделить пополам ножницами если нет то я второе сделаю вот мне здесь кончик не нравится он слишком жидкий а вот здесь мне нравится я оставлю прямо половина здесь немножко распушу хотя сверху мы конечно это все синтепоном прикроем ну чтоб зацепилась лучше вот такое века старайтесь чтоб вот этот нахлёст был сверху вот загиб снизу а нахлёст вот этот сверху и вставляем глаза для того чтобы их вставить вот можно на данном этапе уже их клеить вот взять и приклеить чтобы они у вас не ходили ходуном я хочу постараюсь постараться не вклеить глаза для того чтобы их потом вытащить ну я постараюсь это не получается у вас приклейте прямо вот на этом этапе выставите их и приклейте а я при обтяжке потом попробую их вытащить проклеить обтяжкой без них если получится и потом вставить обратно глаз значит сначала начинаем с нижнего века вот пока она просто как бы прикрывает очень много я не смотрю то что здесь под зрачком остается я его выставляю чуть-чуть под углом вот так вот где слезный канал вот смотрю зацепляю а кончик увожу чуть чуть повыше зацепляю все то что осталось я приваливаю теперь я уже прохожусь не очень глубоко а прямо поверхностно она у меня распровалена уже довольно таки хорошо мне не надо вглубь уходить все приваливается поверхностно тем самым во первых мы выравниваем вот теперь я начинаю подбираться ближе к глазу очень аккуратно вокруг глаза я вижу здесь вот нижняя века она у нее как бы вперед выходит нижняя века а потом и щека идет гораздо ниже бывает так что от нижней века и тут сразу щека но она худосочная и у нее провал то есть у него выпуклые глаза на это тоже надо обращать внимание значит я понимаю что у меня уже щека пойдет выше так скажем ой ниже по уровню и поэтому это века будет как сказать то уже конечным я на него ничего не буду больше приваливать вот я подбираюсь подбираюсь глазу и чуть-чуть если я вижу что надо опустить я близко близко к глазу начинаю потихоньку приваливать и она опускается так смотрю вот видите вот если смотреть сбоку сбоку он очень выпуклый глаз этот вот оставлю так и верхняя века верхняя века старайтесь вот эти пушистики оставлять ну такой нормальной нормальной толщине то есть не совсем их обрывать все равно их нужно зацепить нам будет и поэтому они нам пригождаются и так мне надо создать такой полукруг вот так скажем поэтому я примерно вот укладываю опять начинаю от кончиков от слюк сначала зацепляя в слезном канале на лбу немножко приваливая верхнее веко должно заходить на нижнее сверху мне не не очень нравится когда делают сначала верхние я считаю это ошибочным а потом нижнее и это бросается в глаза но все равно должно заходить пусть она иногда просто сходится верхняя и нижняя рядом но в основном видно что верхняя заходит особенно на женском лице вот на таких портретных куклах это выделяется в глаза бросается что там правильно если бы верхняя заходила на нижнее может быть там в каких-то домовых можно просто чтоб они вместе сомкнулись и все я все приближаюсь глазу я вокруг сначала все это его устанавливаю приваливаю фиксирую и постепенно приближаюсь приближаюсь глазу самому пока она слабенько но сейчас вот верхняя века здесь но она все равно его будем вот если убрать вот этот вот наплыв так скажем то она облегает глаз и поэтому мы сейчас будем подбираться к нему и проваливать эту полосочку и когда мы ее проваливаем глаз у нас открывается то что и происходило и с нижним веком нижняя сейчас немножко закрылась это нам не повредит мы его опять откроем постепенно проваливая рядом с глазом над бровочку выделить мы не выделяем ее мы как бы ее проваливаем для того чтобы потом определиться с ней вот этим верхняя века когда наплыв вот этот приваливать будем чтоб нам легче было приваливать приваливать даже по звуку слышно что кукла уже увалена довольно так таки хорошо вот я понимаю что мне надо приоткрыть это будет века и я вот сейчас уже начинаю работать рядом с глазом то есть я постепенно его если мне надо открыть вбиваю его так века чтобы она открывалась века и я вот здесь следующие обматы это вот это 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 Практически открылось. Еще я учитываю, что когда колготки будут подгибаться вовнутрь, они приподнимут, возможно, немного. И теперь мне надо оттянуть нижнее. Я даже изнутри могу пройтись. Но очень аккуратно. И здесь мне нужно установить, где слезный канал разобраться. Вот у нее очень низко он. Ну, когда нос сделаю, может, тут что-то прикроется и тут еще поработаю. Очень низко слезный канал. Вот вы видите, здесь вот, ну, здесь вот чуть-чуть приоткрыть. И так далее. вот это такая открытость меня устраивает я учитываю еще щеки еще скулы вернее пойдут здесь нос еще наращивать и конечно может и вернусь и здесь будет еще надбровная так скажем я даже не знаю как она называется на такое наслоение и пока меня вот в таком виде устраивает глаз вот второй я выставлю точно так же вот вы видели я его не приклеиваю не приклеила обработала так это для того чтобы его потом вытащить и колготками без глаза уже обтянутки потом вставить глаз это чем интересно такое такая обтяжка это тем что вы когда будете приклеивать вот это вот заклеивать глаз очень часто мы клеем мараем глаз очень часто это болезненно это такая процедура вообще самая такая страшная обтянуть глаза и чтобы не замарать их потому что останется и некрасиво а мы попробуем вытащить глаз обтянуть и вставить его туда аккуратно и там уже посмотрим поэтому вот такой глаз я оставляю ну 2 мы сделаем сами